Продолжение следует... Вот это вот, это очень большая ошибка. Мы русские, мы совершенно другие. Вот так надо говорить. Мы действительно совершенно другие. На самом деле все иностранцы отлично знают, что вот приезжают сюда, здесь все другое. Здесь отношения людей друг с другом другие. То есть то, что мы другие, это не гордыня, это просто факт. Ничего в этом нет. Иногда это плохо. Обхамить, например, мы в первую очередь готовы, да? А иностранцы, они такие все вежливые. Причем и там, и там, и на востоке, и на западе, понимаете? Россия это единственная грубая страна на свете. В России самые настоящие гопники, самые злые. Ну там Англия чуть-чуть может сравниться. То есть тут не надо говорить о гордыне. Это особенности, которые иногда очень плохо проявляются. То есть особенность нашего пути в том, что мы притормаживаем наше движение. На 19 веке Холмс сколько раз нарушал закон. Он вкладывался в дома, да? Ему все прощали. Он до суда не доходил. Ему говорит, Шерл Холмс, вы когда-нибудь попадетесь. Вы когда-нибудь ответите. Это будет очень неприятно. Мы вас будем позволять. Это будет очень трудно. Потому что закон есть закон. Ради королевы погибнем, говорил Холмс, да? Это было у них? И этого у них не осталось. А у нас это осталось. И это очень хорошо. Поэтому особый путь в этом ключе, я бы сказал, просто это уважение к некоторым выработанным правильным шаблонам поведения в государстве. Уважение к государству. И понимание, человек это государство, это Рим, да? Когда мы говорим, Россия это Третий Рим. Это что такое? Это даже не то, чтобы особый путь. Это просто означает, что мы говорим, мы наследники взгляда Римской империи. Когда каждый человек готов в любой момент чем угодно пожертвовать ради всего, целиком государства, ради Рима. В этом смысле, конечно, Третий Рим. Тут даже вопросов нет. Посмотрите, как мы реагируем на санкции. Это Третий Рим. В чистом виде. Кто-то два года назад говорил, все, никакого Третьего Рима нет. Русские эгоистичные. Они уже превратились в обычных европейцев. Они уже ничего этого не хотят слышать. Начинается украинский конфликт, и мы видим, что мы Третий Рим. И это подтверждается везде во всем. Продолжение следует.